Продолжение следует... Сегодня все то же самое, что он делал во дни Господа Иисуса Христа. Я бы хотел прочитать из священных писаний в послании к евреям слова, которые сказал апостол Павел. Мы думаем, что это... и так считаем, что это апостол Павел. И совершенно четко и ясно он заявил. Прошло 30 лет после того, как Господь Иисус Христос вознесся на небо, и он уже не ходил во плоти, и уже не совершал чудеса среди Израиля. Но апостол Павел сказал, что Господь Иисус Христос, в 13 главе, в 8 стихе, Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же... Иисус сегодня тот же, спустя 2000 лет, и Дух Святой, который был на Нем, и помазание, которое было на Нем, Он сегодня послал Свой Святой Дух сначала на учеников своих, а потом Святой Дух, Он пришел и на всех тех, кто верит, и всех, кто принял Господа Иисуса Христа в свою жизнь. Иисус сказал, что верующий в Меня будет творить такие же чудеса, как и Я. Дела, которые Я творю, и Он сотворит. У нас есть вера сегодня, и мы хотим, чтобы вы так же верили. Иисус победил, Иисус разрушил власть дьявола, Иисус разрушил власть болезней, Иисус разбил все проклятие. В Библии говорит, что Иисус был проклят за нас на древе. Все болезни были возложены на Него. Если вы больны, если вы находитесь сегодня в оковах болезни, знайте, что все болезни уже давно разрушены. Знайте, что дьявол уже давно поражен. Знайте, что Иисус уже все решил. Он, когда висел на кресте, Он сказал, совершилось! Что там совершилось? Ваше спасение совершилось, искупление совершилось, Победа совершилось, дьявол поражен, Иисус воскрес из мертвых, Иисус восторжествовал над всеми силами ада, Он вас наподверг позору всей силы ада, и Он разрушил все последствия греха. Бедность разрушена, болезни разрушены, и неважно, какие у вас болезни, Бог не только разрушил вашу болезнь, но Он также и послал Свой Святой Дух, для того, чтобы вы сегодня могли сверхъестественно силой свыше принять в Свою жизнь здоровье, которое вам принадлежит. Сам Иисус Христос лично, Он дал вам право на исцеление. Сам Иисус лично, Он сделал все, чтобы вы были здоровы. И сегодня вам нужно просто протянуть свою руку, руку веры, похватиться за Иисуса, похватиться за Его Слово, взять, встать твердо на ноги свои и сказать, раными Иисуса Христа я исцелен, моя болезнь была на кресте. Убирайся от меня вон, садона, уходи от меня, болезнь, потому что Господь Иисус Христос, Он принес мне свободу, Он принес мне победу, Он принес мне здоровье. Это здоровье для меня. И я сегодня хватаюсь за это обетование, которое мне принадлежит. Да, 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 аминь. Потому что смотрите, что сказано здесь в Священных Писаниях. Халлелуя. Халлелуя. Воспользуемся сегодня. А слава Богу. И мы видим, как Бог творится. И мы видим, как Бог совершает чудесные вещи на последнее время. И они умножатся. Они еще больше придут. Люди будут получать то, что им принадлежит. И мы будем видеть, как Господь Иисус прославляется. Написано. Это в Деянии Апостола в 10 главе. Апостол Павел говорит, вы знаете происходившее по всей Иудее? Начиная от Галилеи, после крещения, проповедованного Иоанном, как Бог, Духом Святым, с силой, с силой, помазал Иисус из Назарета. И Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Потому что Бог был с ним. Аллилуйя. И так мы видим здесь совершенно четко и ясно. Слово Божие говорит, что Господь Иисус Христос, тот, который ходил в то время, когда Он был здесь воплоти, что Он делал? Он благотворил тем, что исцелял всех обладаемых дьяволом. И если Господь Иисус Христос вчера и сегодня, во веки тот же, то то же самое помазание, то же самый дух, то же самое сила, которая была на Иисусе, она сегодня на всех тех, кто верит в Него, на служителях и на апостолах Господа Иисуса Христана, благовестниках, на учениках, на всех верующих, имя Иисуса, оно дано им, чтобы они во имя Иисуса могли выступать против всякой болезни, выступать против всякой немощи. И прямо сейчас, если ты смотришь на экране телевидения, и слушаешь это слово, то я провозглашаю во имя Господа Иисуса Христана, сила Божия, которая сегодня, на всяком месте Иисус сказал, что достанет время, и настало уже, что Святой Дух, который будет послан во все пределы земли, на всяком месте, где есть человек, и на всяком месте, где есть вера, Он может обратиться к Господу, Он может взять и протянуть свою руку, как та женщина, которая бежала к Иисусу, пробиралась через столбу, у нее было кровотечение, и она не смотрела ни на кого, потому что она знала, что Иисус есть целитель, и знает, что сегодня Иисус, Он такой же, сегодня ты можешь так же прикоснуться к Иисусу своей веры, сегодня ты можешь протянуть свою руку, прямо коснуться экрана телевидения, и я провозглашаю во имя Иисуса Христа помазание святого духа, оно проживает твою жизнь, отмечает свои руку, болезнь уходила Иисуса, дьявол, который принес эти все немощи, пусть бежит от тебя, все крови Иисуса, мы победила, мы выходим против демонических сил, мы провозглашаем кровь Иисуса Христа против тебя, дьявол, ты полностью разрушен, повелеваем тебя, оставь этих людей, они не принадлежат тебе, Иисус уплатил, Иисус пролил кровь, Он приобрел, Ему дана власть за всякую плотью, и Господу дана власть над твоей жизнью, над твоим духом, над твоей душой, и над твоим телом, Иисус пришел, для того, чтобы дать тебе жизнь, жизнь с избытком, и Он не будет мириться с тем, что ты болен, потому что Он сам заплатил, Он сам был изъявлен, Он сам был в рано, Он сам кровоточил в твоем теле, и Он полный составляния сегодня, Он полный любви к тебе, и Он ожидает, что ты примешь то, за что Он так дорого заплатил, за то, что Он так дорого отдал себя, Иисус Христос, Он хочет прямо сейчас коснуться тебя там, где ты находишься, ты сегодня можешь коснуться Иисуса, если ты захочешь, Иисус сделал уже все для тебя, сегодня необходимо тебе просто протянуть свою руку, принять, потому что это помазание, оно на всяком месте, Иисус Христос, Он там в твоей комнате, Он там в том месте, где ты находишься, принимай во имя Иисуса, аллилуйя, я еще раз, еще раз говорю, у кого-то болит печень, я просто желаю, я просто желаю, истерение, возложи руку на свою печень, и скажи, рад ли Иисус Христос, помазание больше приходит на тебя, у кого-то желудок, я просто желаю, истерение от твоего желудка, у тебя нога больная, прямо сейчас я чувствую, если у кого-то левая нога, прикоснись рукой, и скажи, во имя Господа Иисуса, я повелеваю, этой боли уйти из твоих суставов, во имя Господа Иисуса Христа, я благодарю тебя, Господь, что ты убираешь также внутренние болезни, рак, во имя Иисуса Христа, мы выходим против этой опухоли, и мы говорим о той жизни, которая порождает этот рак, этой бацилии, которая порождает этот рак, во имя Господа Иисуса Христа, засохни, исчезни, все метастазы пусть рассосутся, пусть придет полное здоровье, полное исцеление, во имя Иисуса Христа, и восстановление тела, Ты слышишь сегодня, Господь Иисус Христос, Он любит тебя, и Он обращается к тебе, и Он хочет, чтобы ты мог сегодня пережить все те благословения, которые тебе принадлежат. Аллилуйя. Слава Богу! За это чудесное время! За это чудесное помазание! Потому что Иисус, на самом деле мы пели, это твой день! Это день спасения! Это время благоприятное! Это день, когда ты еще можешь обратиться, и небо принимает тебя! Сегодня день спасения! Сегодня время благоприятное! Сегодня возможность! Иисус Христос открыт для тебя! Небо открыто! Аллилуйя! Дух Святой сегодня на всяком месте! Там, где призывай ты имя Иисуса! Если ты только обратишься, если скажешь, Иисус, вот они говорят там! Вот они проповедуют! Вот они так говорят пламенно и говорят, все! Иисус, если это правда, прикоснись ко мне! Ты просто обратись! Скажи это чудное имя! В этом имени все для тебя! Вся полнота благословений! Это имя! Имя, которое даровано тебе! Чтобы ты мог сегодня войти во всю эту полноту благословений, которые Бог благословил тебя вместе с Иисусом Христом в небесах! Мы провозглашаем, и мы категорически не согласны, что ты должен жить вне благословений! Ты благословлен, и благословения принадлежат тебе! И ты сегодня можешь действовать верой! Можешь касаться! Библия говорит, вера это действие! Проявляй активность! Просто делай! Открой свои уста! Скажи! Скажи! То, что пришло в твое сердце! Слово Божие, которое сегодня звучит! Оно касается тебя там, где ты находишься! Если ты примешь, и твое сердце, если оно горит внутри, как горело, как Господь Иисус Христос говорил с учениками, они сказали, не горело ли сердце внутри, когда Он говорил с нами, это действительно слова, которые есть в Дух и Жизнь, и они сегодня тут звучат. Если ты там на той стороне слышишь слова жизни, и чувствуешь, что внутри что-то там происходит у тебя, то этот Дух веры касается тебя! Это огонь Божий касается тебя! Это помазание Божье касается! И ты просто возьми это, ты это прими, не сбойся, не бойся! Вера, она дерзновенна, она смелая! Скажи, Господь Иисус! Я верю, что Ты мой Целитель! Я верю, что Ты сегодня жив! Я верю, что сегодня помазание действует! Я верю, что Твое имя, оно действительно великое, славное! И не велико, победительное от всей болезни и проклятиями в моей жизни лично! Принимай прямо сейчас! Принимай то, что тебе принадлежит! Да! Аллилуйя! Аллилуйя! Я бы сказал! Я же говорил! Это горит у меня внутри! Друзья, я же говорил, это энергайзер, понимаете? Как включили и потекло! Да, я не могу по-другому, потому что Иисус, когда Он говорил, Он тоже был вдохновлен Духом Святым, И когда они его смотрели, говорю, это не просто слова какого-то человека, это слова человека, который говорит со властью. Есть власть! Аминь! Иисуса! Есть Слово Божие! В этом Слове есть власть! В этом Слове есть величие! Могущество! В этом Слове есть для тебя исцеление, помощь и поддержка всего, не только твоего тела, души твоей, и всего твоего естества! Потому что Господь пришел для того, чтобы дать тебе по-настоящему войти в блага, которые Он сам отвоевал для тебя! Эти блага твои! Они твои! Поверь! Не верь делу! Не верь людям! Не верь тому, что говорит твой разум! Верь тому, что говорит Писание! Писание говорит, что Бог, Он возлюбил тебя! Он благословил тебя, этот коронавирус, Боже мой! Пугай сегодня этим вирусом! А я тебе хочу сказать, что мы не боимся никаких вирусов! Эти вирусы скорее боятся нас, чем мы! Амин! Амин! Потому что Писание говорит о том, что Бог дал нам дух силы, Бог дал нам дух любви, Бог дал нам дух веры, чтобы нам провозглашать и говорить, и наступать на всякую силу вражью! Амин! И не важно, откуда этот коронавирус вылез! Мы знаем, что всякая разрушительная сила, она дьявола! И мы знаем, что дьявол поражен! И мы не боимся никаких демонических сил! Весь мир сегодня в страхе! Все закрывается! Все боятся! Все боятся, что придет этот вирус урозитых, и они умрут! Но мы сегодня провозглашаем во имя Иисуса Христа! Коронавирус побежден смертью Господа Иисуса Христа! Амин! Он действительно разрушен! И не важно, какая его структура! Не важно, как он там действует! Важно, что Иисус однажды сделал! Он взял на себя коронавирус тоже! Который сегодня пытается разрушать многих людей! И сегодня мы, говорим тебе, если ты в страхе, это не значит, что не надо вести себя неразумно! Мой руки и ходи туда, куда надо! Но не бойся! Ты будешь защищен! Ты будешь по-настоящему сохранен! А если даже ты не помыл руки, все равно будешь защищен! Да! Потому что... Амин! Слава Богу! Слава Богу! Амин! Он хочет, чтобы твоя жизнь, живущий под кровом, всем обучивающего под сенью, его покоится! Не приблизится к нему никакая зараза! Аллилуйя! И если она даже приблизится, то она полностью должна будет умреть или убежать от него! Потому что жизнь Господа Иисуса Христа, которая внутри нас, она сильнее любой болезни! Она сильнее любой бактерии! Иисус есть Христос! И позволь мне сказать сегодня, что есть победа! И это, извини меня, все эти прививки, слава Богу за них, пусть ученые их придумают, но самая лучшая прививка, это Иисус Христос и Его имя! И сегодня ты можешь получить свою жизнь, если ты там даже заболел, и ты чувствуешь, или ты боишься, сидишь! Не бойся! Иисус! Он твой Господь! Если ты верующий, говори слова веры! Говори, что ты защищен! Говори, что ты заходишься в руках Господа! Не привлечься к тебе! Никакое зло, никакая зараза! Аллилуйя! Аллах Богу! Аминь! 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 Стань настоящим проповедником Евангелия! Прямо сейчас!